Так тут опять произошел разрыв очка очередной. Значит, я вот помыла свой парик, уложила его, вот сижу красиво, я понамазала свою косметику, а сижу. Илюша вот мне пишет, знаете, что-то зайчику плохо стало, что-то не может никак выйти с моей страницы, перестать писать мне комментарии. Значит, да, Кисть, давай я тебе объясню, что очень простую вещь в этой жизни, это не у меня небесные критерии, это просто ты не неудачник. Разведёнки с... Это просто ты, гай, неудачник. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ну почему-то они любят очко затрагивать, ну вот почему. А потом Санычу предъявляют, что якобы Саныч, и такие названия пошлые в ролике, там и сам ты пошлый, там, да, вот про... Ребята, я извиняюсь, когда тебе рассказывают про то, как сажать помидоры, а ты будешь рассказывать про кораблестроение, ребята, как бы это будет совместимо? Я думаю, нет. Ну если мне рассказывает Чаечка про разрывы очков, очка, ну-ка, очку, ну, короче, вы меня поняли, очки, очко и тапочки, да? Вот. То, собственно, примерно на эту тематику уже будут и, так скажем, комментарии, ребята, да? Ладно, давайте посмотрим. Инструкция, как выйти замуж, ребята. Ребенка. Почему существует убеждение, что сложно выйти замуж? Но статистика показывает, что берут женщин в жены из четырьмя... Берут женщин в жо... Хорошо, хоть не в жопы, да? Зачем он такой большой рот сделал на экране, ребята? ...и с тремя детьми и вообще для отношений не имеет значения ни возраст, ни вес, ни внешность. Люди строят отношения, выходят замуж многократно. Почему женщине с ребенком можно выйти замуж легко? Есть очень важный психологический фактор. Женщина с ребенком, она почувствовала некое предательство. Она разведена, либо она рожала сама, без поддержки мужчины. И все ее внимание... Мне интересно, как это могла она сама рожать без поддержки мужчины? Ну, ЭКО разве что? Ну и то, 7 это чье? ...направлено на того человека, который никогда ее не бросит, который зависим от нее. Конечно же, это на ребенка или на своих детей, которых у нее 2-3, несколько. И она понимает, что дети точно будут с ней, дети точно останутся. И когда приходит в ее жизнь мужчина, если она вдруг допустила такую ситуацию, занялась вопросом личной жизни, она все равно всегда будет на стороне детей, если она не проработает свои страхи и тревоги. Мужчина будет чувствовать себя всегда лишним. Это правда, кстати, ребята. И именно это отношение приводит к тому, что мужчина не хочет строить отношения между женщиной с детьми, потому что все ее внимание находится в стороне ее детей. Она заботу, доверие, все детям. И мужчина в этой сцепке не может найти себе места. А проблема в том, что вы не умеете выстраивать отношения с мужчиной, который приходит в вашу жизнь. Весь ваш вектор и ваше внимание посвящено детям. Это пропитано в каждом вашем движении, решении, поступке, в вашем диалоге, в ваших приоритетах. Мужчина выбирает ту женщину, рядом с которой он чувствует себя великим, он чувствует себя значимым, он чувствует себя нужным. Вот в такой ситуации, конечно же, женщина с пробегом, с прицепом... Заметьте, ребята, она сама сказала, женщина с пробегом, никто ее не тянул за язык. И дальше сказала еще, женщина с прицепом, женщина с пробегом, женщина с прицепом, сама чаечка сказала. Прицепом проигрывает. Если вы разведены, как правило, это говорит о том, что ваш выбор мужчины был некорректный. То есть вы выбрали не того, с кем вам комфортно жить. Здесь очень важно понять свои ценности, свои критерии, понять, что нужно именно вам. Такая родинка у нее над губой. Что нужно вам каждый день? Это должен быть тот мужчина, с которым вам будет комфортно жить. Ох и чаечка, соблазнительница какая, да, ребята? С этот, возьмешь меня в жога? Прям первую слогу. Возьмешь ее в жог? Пу! Е-мое! Ребята, напишите мне, пожалуйста, свои, так скажем, причины, почему вы не хотите брать разведенных в жоны. Не только вот, не, она отчасти права, то, что якобы там по этой причине, то, что все будет внимание приключено на ребенка, это понятное дело, это даже никто не отрицает. Ребята, во-первых, как бы я знаю тенденции, когда, если ты прям очень хорошо пробиваешь чайку на инстинкт, она может даже больше тебе попервой уделять внимание, чем детям. Именно на этапе деморежима, такое бывало, ребята, лично проверено. Вот она как бы к тебе тянется, она там лишний раз может даже как бы там забить, ну то есть как бы там не лишний раз с ним не посидеть, как бы тебе на свидание побежать. Такое бывает, ребята, но не в этом смысл. Смысл в другом, что причин, почему мужчине не то, чтобы не надо, а вообще категорически запрещено брать их, так как не то, чтобы даже в жены, а жить с ними. Как бы жены-то вообще, боже упаси, вы что, куда, не надо. Вот, ребят, то, что как бы он будет не на первом месте, и скорее всего даже не на втором, там скорее всего будут ребенок, либо же дети, потом будет мама, в очень запущенных случаях будет подружка, в очень-очень запущенных случаях будет собачка, либо кошечка, и может быть на пятом месте будет он, ребята, так скажем. И то не в качестве мужа, а в качестве обеспеченного оленя. Вот и все. А проблем там будет, начиная финансовый план со всей своей обширностью, это обеспечь ее, обеспечивай прицепов, обеспечивай дом, быт, всех накорми, всех обуй и так далее. То есть, это весь бред, да, тем более еще не свое, по сути дела, это не твое потомство, ты будешь его обеспечивать. Скажите мне, пожалуйста, как ты будешь жить с детьми, с ее, либо с ребенком, и ни хрена ему не давать? Ну, такого не может быть, она же тебе самой первой предъявит, а что это у нас за семья такая, что-то такое, вот она, что это, не человек, что ли мой ребенок, типа, ну, к примеру, самый простой пример, самый элементарный, ты себе купил мороженое, а им что-то не купишь, ну, ладно, чаечки купишь, как бы, а малому или малой. Что, нет, ни хрена не купишь? Да, по-любому купишь, по-любому, ну, блин, ну, как ты будешь не покупать? Вот, отсюда и прикол, да, вот, на хрена тебе это надо все, это финансовый план, он очень обширный, а плюс еще есть бытовой план, то, что он будет вечно орать, бегать, прыгать, пукать, какать, я извиняюсь, это нормально, я сейчас не то, чтобы это плохо, это нормально для человека, для ребенка, но тебе это надо, тебе это надо чужое вот это вот все смотреть, наблюдать и нюхать, тебе это надо, тебе это будет рано или поздно раздражать, напрягать и бесить, потому что оно не твое, ты хочешь спокойно посидеть, поспать, ты хочешь трахнуть чаечку свою, а он не будет орать, он не будет, маму душат, что ты делаешь, папа этот, не папа какой, дядя, слезь с нее, ты че, ха-ха-ха, и так далее, будут подсматривать за вами там, вот, тебе это будет опять-таки напрягать и бесить, вот, ну, потому что, ну, вот так вот, он не будет тебе доверять, потому что ты не его папа, ты дядя чужой, ну, вот и все, вот, и это только самое маленькое, Это будет папа, бывший пихарь будет приходить, ребенка, ты его будешь видеть, забирать ребенка на выходные и так далее. Они будут ссориться с бывшей, тебе придется за нее заступаться, защищаться и так далее. А человечки на тебя будут вопросить и смотреть, а что ты за меня не защитишь, да, он меня обижает. А ты даже и знать не знаешь, что они ругаются, потому что у них есть общее прошлое, еще и крайним останешься. Это только малая-малая часть того, что тебя ждет в женихе с разведенкой. Так что, ребята, думайте, думайте 20 раз наперед, прежде чем с ними связывайтесь. Вот так вот.